Здравствуйте, на государственном телеканале Западная Армения. Очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире секрет монастырской воды Амасии Западной Армении. На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие. В Шуши будет открыт новый культурный центр. Министр иностранных дел Греции обвинил Турцию в экспансионизме и османских устремлениях. В Карсе рыбаки поймали двухметрового сома весом 45 килограмм в реке Аракс. Фильм армянского продюсера Сергея Саркисова получил премию ЭМИ. Христиане считают священной воду из естественного источника внутри 200-летнего исторического здания в провинции Амасии в Западной Армении. Туристы-посетители берут с собой воду, которая называется монастырская вода для использования на церемониях крещения. С XVIII века по настоящее время многие не мусульмане крестят своих детей в этой святой воде. Это очень важная вода для христиан. Но это место до сих пор многим неизвестно. Святая вода известна людям как вода монастыря. Когда мы говорим о монастыре, местные жители подразумевают источник святой воды – священную область. В ночь с 28 на 29 июля на армяно-азербайджанской границе и сегодня утром сохраняется относительное сатишки, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Азербайджанская страна 22 раза нарушила режим прекращения огня на отдельных участках границы, произведя по армянским позициям 497 выстрелов из огнестрельного оружия, написала на фейсбуке. Вскоре в городе Шуши откроется новый культурный центр «Дафнезарт», где будут выставляться и продаваться разнообразные воссозданные украшения армянских королев. Кристина Хачатурян, руководитель и организатор арцахского филиала «Дафнезарт», рассказала «Арцахпресс», что в центре будут организованы различные культурные мероприятия, выставки, фотосессии и т.д. Мы рады сообщить всем, что в настоящее время в Арцахе действует онлайн-филиал «Дафнезарт». Министр иностранных дел Греции Никлас Дэндиас заявил, что руководство Турции проводит неоэкспансионистскую политику, а религиозные деятели стремятся вернуться к временам Османской империи. С кризикой турецкого руководства Дэндиас выступил после переговора в Афинах с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лаи. Моя коллега приехала сегодня в Афину из Турции, где она вчера разговаривала с нашим турецким коллегой. «Я хотел бы быть прежде всего ясным. Я не буду использовать эту встречу, чтобы следовать за турецкой стороной и оскорблениями наций. Мы уважаем турецкую нацию, так как мы уважаем народы всей земли. Однако мы однозначно осуждаем политику турецкого правительства, поскольку вся Европа осуждает ее», отметил Дэндиас. «Министр упомянул первый намаз в превращенном в мечеть Соборя Святой Софии в Стамбуле, на котором глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш ввел богослужение с мечом в руках и упомянул 1453 год, когда турками были захвачены Константинополь. Европа, потеряв вторречи, видит, как религиозный деятель вновь захватывает с нео-османским мечом музей Айя Софию, основанный самим основателем современной Турции Кемалем Ататюрком. Таким образом, Турция нарушает современный символ межкультурного диалога, чтобы зачем-то превратить его в мечеть. Создается впечатление, что она возвращается в XV или XVI века», отметил Дэндиас. Около Карса в Западной Армении рыбаки поймали огромного сома весом 45 килограмм в реке Аракс. Длина рыбы около двух метров. Братья-рыбаки сфотографированы с рыбой на историческом армянском мосту в Карсе, Коре, мост Вартана. Они ловят такую крупную рыбу с помощью сделанных ими специальных рыболовных крючков. По словам рыбаков, сом является одним из известных видов рыб в окрестностях Карса. Документальный фильм «Ненависть среди нас» российского продюсера Сергея Саркисова и продюсерской компании «Блицфильм» получил премию «Эмми» в номинации «Выдающийся режиссура специальной телепередачи». Об этом сообщает пресс-служба «Блицфильм». Фильм создавался в партнерстве с американской компанией режиссер картины Дэвид Маккензи. Продюсерами ленты также выступили сам Дэвид Маккензи, Дин Кейк, Монтел Уильямс и Лаура Маккензи. Ранее Саркисов Маккензи, Уильямс и Кейн вместе работали над документальным проектом «Архитекторы отрицания», который посвящен проблеме отрицания геноцида против армян в США. Премьера ленты «Ненависть среди нас» состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Фильм рассказывает о новой волне антисемитизма в современном обществе США и Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с агрессивным проявлением антисемитизма в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй мировой войны. Повествование фильма затрагивает самые резонансные преступления на почве антисемитизма за последние годы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Ассас над врачом». «Ассас над врачом» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!